Здравствуйте, это Игорь Ман, в эфире программа «Битрикс24 спрашивает». Четвертый сезон. Мы с вами говорили о маркетинге, продажах, управлении командами, стратегиях. И сегодня, год спустя, мы говорим с главными героями нашей прошлогодней передачи. И мы узнаем у них, как сложился для них год, что они сделали, и что они не сделали, и почему. Перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на канал. И сегодня у нас в гостях Денис. Так и хочется поиграть, я в прошлый раз не сделал, с названием вашей компании «LoginOff». Это мне, кстати, я в прошлый раз не сделал вам такой комплимент. Это отличная история, когда вы свою фамилию конвертировали в такое, ну, удачное, на мой взгляд, айтишное название. Можно применять его. Новых дел. Да, новых. Я надеюсь, что вы применяете. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. На связи Логинов Денис, компания-лаборатория автоматизации «LoginOff». Хочу напомнить, что наша миссия – распространение информации о систематизации и автоматизации бизнес-процессов. Мы это делаем на базе Bittrex24. И в прошлом году мы уже встречались с Игорем и задавали ключевые вопросы о том, как нам увеличить аудиторию на наших каналах, как увеличить аудиторию на нашем YouTube-канале. И прошел год, пора подводить итоги. Сегодня с этим разберемся. Оставайтесь, это будет интересно. Как год? Ох, а вы всем этот вопрос задаете? Нет, некоторых я спрашиваю, какой тяжелый этот был год. Очень тяжелый. Когда я тоже спрашиваю этот вопрос, мне кажется, люди делятся на две части. Кто говорит, что крайне тяжелый, а кто-то говорит, что открываются новые возможности. Поэтому я считаю, уже сейчас, посмотрев, что было, это год новых возможностей. И очень хорошо, что так все получилось. Как вы ими воспользовались? Ну, как минимум, у нас поменялся офис. Правда, нам пришлось четыре раза переехать. Я с подвохом хочу спросить. Вы пережали с квартиры на квартиру? Это очень интересно. Нам пришлось переехать сначала на квартиры, потом на дачи, потом обратно на квартиры, и потом уже в новый офис. Кстати говоря, в новый офис, да. И если и вам тоже не снизили по каким-то причинам арендную плату, поставьте обязательно лайк данному видео. Мы тоже в это попали. Хорошо. А что еще, кроме нового офиса? Дело в том, что все клиенты были заморожены. Все чего-то ждали. Сам был в такой ситуации, да. И в предыдущие кризисы, когда я тоже попадал в эту историю, я тоже был в заморозке. Но в этот раз уже какой-то накопившийся опыт в автоматическом режиме переключил меня в другой формат. Я усилил все. Усилил рекламу, усилил производство, дал сам скидки, где это можно было клиентам. И поэтому первые несколько недель от карантина были крайне тяжелые, потому что не было никакой обратной связи. Но в момент переезда я понял, что это та самая точка, где начинается новый мир. И мы просто-напросто этот маховик раскрутили, и это оказалось для нас плюсом. У нас было время подумать над реорганизацией, реструктуризацией. Мы начали выпускать новые приложения, пока клиенты отдыхали. И так получилось, что мы выпустили за год 12 новых приложений для маркета. 4, то есть и 12 плюс 4, но 4, к сожалению, погибли. Но это нормальная конверсия даже. В прошлый раз вы говорили очень важный момент, что возможно не время. И мы до сих пор ловим ситуации, когда к нам обращаются клиенты по кейсам, по приложениям, которые мы год назад опубликовали. Тогда не зашло, а сейчас появился новый спрос. У нас есть приложение по QR-кодам. Вот, пожалуйста, весь мир на них переходит, а мы это сделали еще год назад. Был спрос, заинтересованность, но продаж не было. В итоге 3 месяца активной работы, потрачено деньги, время, ресурсы. И была всего лишь одна продажа, и то не с этих рекламных активностей. Прекрасно. Поэтому приложение. Я обещал, что я буду выпускать видео. Да, вы грозились, что в 2020 году вы будете делать видео раз в день. Да. А в 2021 году два раза в день. Да. Вам это удается, Денис? В 2020 году, даже учитывая переезда, учитывая то, что эту мини-студию... Записывали на ходу. Мини-студию пришлось перевозить. Мы ни одного дня не пропустили. Красавцы. Прошло ровно 7 месяцев с момента, когда появился первый горячий клиент. С Ютуба он пришел и говорит, вот, видео хочу так же, куда мне переводить деньги. И когда я это запускал, я как раз таки не ставил для себя никаких целей по времени, по ограничению. И как раз таки это было для меня знаком, что нужно продолжать делать. Уже ближе к концу года перешли в режим пятидневки. Не стали выпускать на выходных. А я только что хотел предложить вам подать заявку в Книгу рекордов России. Мне кажется, все-таки с такой скоростью не записывается никто. Хорошая идея. Почему мы до этого не выгадались? Попробуйте. Мне кажется, ну, с таким темпом можно даже на Книгу рекордов Гиннеса претендовать. Я не могу вспомнить. Я знаю, что, предположим, есть такой известный американский предприниматель Сэп Годин. И он гордится тем, что на протяжении 10 лет безостановочно каждый день пишет мини-пост. То есть это у него может быть там два абзаца, это может быть там, не знаю, 10 абзацов текста. Но он это уже рекорд зарегистрировал свой. Но чтобы каждый день вот прямо передача, я про такое не слышал. Попробуйте. Попробуем. Спасибо большое. Денис, все-таки хочу вот в прошлый раз не сделал этого и даже немножко совесть мучает. Если поиграть с вашим брендом и с вашей фамилией, что вот в кризис вы рекомендуете делать in, включать, и что вы предлагаете off, выключать. Ну, вот не знаю, если бы вы своему там, ну, представляю, вы такой уже, вот уходите там, не знаю, из бизнеса, передаете весь бизнес в управление наемному менеджеру и говорите ему, если будет кризис, делай in, включай вот это, off, выключай вот это. Нужно включать рекламу по полной программе. Так, 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 так. Хороший совет. Что еще включать надо в кризис? Выключать. Расходы. Проанализировать и убрать все, что не нужно. Даже если это может быть и офис. Кстати, ну, вот я сейчас понимаю, что это чистой воды импровизация, и мой вопрос, ваш ответ, но я думаю, что, ну, по факту можно говорить о том, что вот, вот, хотя все говорят о том, что к нормальной жизни мы перейдем на 2020 году, поэтому, может быть, сейчас, ну, отмечая, предположим, год с начала самоизоляции, вот мы скоро-скоро будем это отмечать, может быть, вы сделаете такую передачу и потом ее там транскрибируете, переведете в текст, вот как раз что нужно уроки предпринимателя, что нужно включать, что нужно выключать в кризис. Мне кажется, это будет такой, ну, я понимаю, что вам очень сложно находить контент каждый день, а это, мне кажется, очень хороший материал, ну, как минимум, там, на две публикации, что ин, что ин. Я хотел про это спросить. Насколько правильно комбинировать контент не только технический, но и добавлять что-то из бизнеса, из психологии, из управления? Конечно. Ну, людям становится очень часто уже скучно смотреть одни технические штуки и истории успеха, поэтому, если вдруг вы неожиданно, ну, я просто помню, у меня был в свое время ресурс к росту, мы его сейчас там перепрофилировали, но раньше он заключался в том, что мы каждую неделю давали новый маркетинговый инструмент своим подписчикам. И я помню их реакцию и возбуждение, и open rate был просто открываемость. Письма была настолько, вот, не знаю, там, в разы больше, когда мы написали о том, как правильно проводить отпуск. То есть мы все писали про увеличение продаж, про увеличение лояльности, про возвращение клиентов, про правильную работу с клиентской базой. Баз, как правильно проводить отпуск. И потом мы стали говорить, как правильно проводить совещания, как правильно проводить мозговые штурмы, как правильно читать книги, как организовать книжный клуб. Ну, понятно, что это не было прям подряд, но мы перемежали. То есть бизнес-история, бизнес-история, бизнес-история. Потом раз через три на четвертый что-нибудь такое широкое. Людям это очень нравилось. Я начал включать точечную вот сейчас, но увидел некоторую обратную связь. То есть люди разделились на две категории. Кто-то говорит, зачем нам это не совсем же вашего уровня. Не-не-не, Денис, вопрос. А как вы это связываете с тем, что вы делаете? То есть, собственно, вы же затопите за автоматизацию, насколько я помню. Почему она, например, не идет? Потому что мы видим свой опыт своих клиентов, которые показывают, что там есть внутренние отношения, не устроенные с сотрудниками. Нет, я считаю, что нужно продолжать. Просто нужно это правильно людям подавать. Они, ну, как тут, они, если им не нравится, они это пропустят. Вы можете даже, предположим... А кому-то, может быть, понравится. Я думаю, многим понравится. И можете вы делать это даже, скажем, с какой-то пометкой, предположим, там, нон-бизнес. И вы просто или где-то там, да. И люди тогда будут понимать, что если идет такой стикер, то я там смотреть не буду. Или, наоборот, посмотрю с удвоенным вниманием. Кстати, я сказал слово «автоматизация» и вспомнил, что я вам давал совет обыграть буквы «автоматизация» от «А» до «Я». Вы как советовали, чем воспользовались? Ну, мы советовали написать книжку. Это была непростая задача. Вы ее... Мы честно начали ее делать, учитывая то, что... Книга есть? Книга есть? Есть лучше, чем книга. Что есть? Я вам сейчас покажу. Так. Книга – это статика. Правильно? Мы пытались ее написать, учитывая то, что есть 200 статей. Так. Но интерфейс меняется, функционал меняется. Я думал, как сделать так, чтобы она была динамичная, чтобы она, как вы советовали, находилась физически на столе руководителя. Да, это важно. Поэтому это называется «Login of Box». Куб автоматизации. Здесь на каждом квадратике написаны ключевые этапы, которые можно делать с любой компанией. А можно и не делать. То есть ты его практически подкидываешь, и как он лег, то и надо делать. Компания смотрит с руководством. Здесь у нас ставится число, до какого мы должны это сделать. Ставится «Будем делать или не будем делать?» галочка. Так, можно я посмотрю? Это вам вообще-то. Ага, спасибо. Первый экземпляр. Спасибо. Но идея очень крутая. Мне она нравится. Единственное, что, конечно, нужно вот эти поля сделать более понятными для человека. То есть делаем, не делаем. Если делаем, то к какой дате. Ну да, в центре пишется дата, в квадратике пишется номер последовательный. Соответственно, если для какой-то компании это не нужно, то ничего не заполняем или вычеркиваем. И сколько, получается, я очень слабо разбираюсь в математике, как в шахматах, 32. Много вариаций. Да. Соответственно, оно раскрывается, углубляется. И если мы чего-то не сделали, то можно всегда вернуться к нему и улучшить свою компанию. Ну, во-первых, мне очень нравится то, что вы так реализовали идеи. Во-вторых, молодцы, что сделали достаточно большого размера. Отдельный комплимент вообще всем, кто нас смотрит, такой хозяйки на заметку. Чем старше клиенты, с которыми вы работаете, ну, предложим, за 35 лет, за 40 лет, тем крупнее должен быть шрифт, который вы размещаете в ваших коммерческих предложениях для экономных материалов. Вот Денис молодец, не замельчил. И, соответственно, ну, любой человек без очков или в очках это прекрасно разглядит. Но это не заменяет книгу. Каждое видео сопровождается текстами. Да, да, собрать. Но они же все из разных бизнесов, из разных ниш. Они все вот оторваны от общего процесса внедрения в любой компанию. Все-таки надо написать, да? Да, 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 да. Но все-таки это по факту некое корение, да? Это тогда, когда вы напоминаете о том, что вы можете сделать или то, что человеку нужно. Но вот как, я же говорил о том, что было бы здорово весь ваш материал из YouTube, тем более вы его переводите в чатный текст, да, надо просто обетнить под одной обложкой. Я очень надеюсь, что у нас будет продолжение. И если вы в следующий раз придете без книги, но с шариком даже, я все равно буду ждать книгу. Мы обсуждали про мифы автоматизации, о том, как тяжело заходить с клиентом, что есть там сложности. Я обнаружил несколько ключевых элементов, которые тяжело заходят клиентам. Система очень многофункциональная, и у клиента складывается ложное впечатление о том, что он сам может ее настроить, либо интегратор просто-напросто является инструментом по настройке. Отсутствует ценность, получается. И во время пандемии родилась еще одна идея. Ну, мне кажется, она достаточно простая и лаконичная. Мы весь наш контент структурировали и сделали из него онлайн-курс, который проходят сотрудники, руководители, учредители прямо внутри своего портала без отрыва от производства. Это прекрасная идея. Но еще раз, многие люди, особенно люди, принимающие решения, клиенты, и люди, влияющие на принятие решения, им нужно то, что называется hard copy. Все-таки вот этот кубик, первый шаг ваш, ну, как бы вот это промежуточное звено между YouTube, между всей информацией, которую вы собрали на портале, и книгой. Ну, книга, руководство, гайд, воркбук, как угодно это назовите. Но все-таки, мне кажется, я даже не знаю, мне кажется, среди всех партнеров Bitrix24 нет никого, кто еще там вот взял и написал книгу. Почему бы вам ни взять, ни сделать? Потому что по факту она есть. У меня появилась идея, если у нас уже есть здесь на гранях все необходимые шаги, сделать шаги автоматизации хотя бы для начала в маленькой книге. 30 шагов, 50 шагов. Я не знаю, сколько их, но все-таки надо посчитать будет. И потом как-то нет, я очень слабо разбираюсь в математике. Может быть, кто-то хорошо читает. Здесь куб 4 на 4, и на каждой поверхности внутри есть какой-то оригинальный совет, оригинальная рекомендация. В общем, не знаю, много. Получается, много можно сделать. В прошлом году мы с вами обсуждали про то, что вы очень многие вещи делаете для того, чтобы наполнить вашу воронку продаж через онлайн вещи. А я рекомендовал вам, я называл примерно 20 инструментов, есть в офлайне, которые может сделать любая компания, работающая на рынке B2B, попробовать сделать что-нибудь оффлайновое. Ну, в частности, мы говорили про книгу или про white papers, или про users group. Это про встречи ваших текущих клиентов с новыми клиентами. Что-нибудь, Денис, удалось реализовать? В офлайне не стали делать. Я понимаю, что можно сделать поправку на 2020, на, господи, на коронавирусный год, на то, что мы все были там в изоляции, но вот на этот год, когда уже есть какие-то послабления, когда уже можно встречаться, что-нибудь планируете? Поступают предложения выступить на конференциях, пообщаться, рассказать, поделиться опытом. Поэтому, да, рассматриваем. Как только будут сняты какие-то дополнительные ограничения, будем пытаться. Я хочу дать совет нашим слушателям. Самый простой способ оценить инструменты привлечения клиентов, которые у вас есть, это так называемый КНР-тест. Я придумал его около 10 лет назад. Это разделение инструментов на онлайн и офлайн сначала, а потом ты их делишь все на классические, новые и революционные, КНР. Если мы сейчас возьмем, проанализируем все инструменты привлечения Дениса, то поймем, что у него основного инструмента привлечения онлайн, и у него офлайн хромает. И второе, у него все в основном классика, а новых и революционных инструментов нет. Их не так легко найти, но их нужно искать. И поэтому нужно держать ушки на макушке, смотреть по сторонам и постоянно спрашивать у коллег, и не обязательно у коллег, может быть, у клиентов, какими инструментами привлечения клиентов пользуетесь вы, особенно если они тоже работают на рынке B2B. Инструментарий очень ограничен, но периодически какие-то инструменты появляются. Ну, предположим, я рекомендую всем своим клиентам такой инструмент, как годовой отчет положительных эмоций. Это когда ты в конце года подводишь финансовые итоги, и понятно, что ты не всем про них рассказываешь, но ты можешь собрать все плюшки, ништяки, позитивчики, которые ты делал для своего клиента. Ну, предположим, вы выпустили там 300 выпусков программы на YouTube, предположим, вы выпустили 14 приложений. Вот ты все собираешь и об этом рассказываешь всем своим старым клиентам. Ну, напоминаю, потому что у них как бы память-то короткая. И второе, это прекрасно работает для того, чтобы привлекать новых клиентов. Потому что когда они тебя спрашивают, почему мы должны выбрать как интегратор именно вас, вы говорите, вот у нас там традиция, годовой отчет положительных эмоций, посмотрите, что мы делаем для наших клиентов, сделали в этом году или в прошлом году, или даже в позапрошлом году. Мы с вами, Денис, говорили в том числе и про безокладную систему. То есть, вот вы хотели, чтобы все получали только, ну, сдельную заработную плату. Не изменилась ли ваша позиция в отношении вот предложения, как я говорил, фикс и флекс? Как вы относитесь к безокладной системе? Нет, очень плохо, очень плохо. Ну, мне кажется, что вы никогда не сможете привлечь ни одного сотрудника, сказав, может, у него быть безокладная система. Ваше мнение было первым, которые сказали, что не стоит этого делать. Поэтому я задумывался. Но каждый день, в принципе, у меня голова на эту тему думает. Здесь очень важно не поломать сотрудникам и отношения, и чтобы они... Я хочу, чтобы они могли влиять на свою зарплату. Поэтому и клиентам, и у нас я веду двойную систему. То есть, все получают там по-старому, конечно, какие-то есть новые бонусы. Тоже, кстати говоря, после нашей встречи. Не на налогообложения. Мы сейчас говорим про двойную систему начисления заработной платы. Просто все, наверное, раз и проснулись во время программы. Поэтому, да, бонусы поменялись, увеличились. И параллельно смотрим, какие можно измерять показатели, метрики, как мы можем их перевести в деньги. И хотим понять, на что могут сами сотрудники влиять. И если мы добьемся, что на протяжении года у них зарплата по новой механике будет постоянно расти, то да, я считаю, что это будет победа. И тогда можно будет показать сотрудникам и сделать частичный перевод или постоянный перевод. В любом случае, юридически, бухгалтерски они будут получать фиксированную оплату. В любом случае. Я подумал, что такая система оплаты достаточно удобна во времена кризиса. Потому что все тогда понимают, что да, денег нет, надо их заработать и мобилизуется. Поэтому, видите, у любой системы есть плюсы. Они находятся, по крайней мере, в кризисе. У нас буквально на днях вышел новый кейс, где мы рассказываем, как в Bittrex 24 внедрить автоматический расчет заработной платы для сотрудников. Прекрасно. У меня просто вопрос. А у вас... Вы не видите конца в сюжетах относительно того, что может быть автоматизировано? Или это все-таки такая бесконечная история? Все можно автоматизировать? Мне кажется, можно все автоматизировать и бесконечно переавтоматизировать. Потому что появляются новые инструменты, новые возможности. Мы даже старые кейсы теперь можем реализовывать абсолютно по-новому. Здорово. Быстрее, проще, надежнее. Хорошо. В прошлой программе мы с вами затронули проблему мифов автоматизации. Удалось как-то их, не знаю, предубеждения в головах ваших клиентов поломать? Для качественного внедрения действительно нужно потратить несколько месяцев плотной работы анализа бизнес-процессов, оптимизации и так далее. Не все клиенты, осознавая это, начинают быть готовы и давать доступ. Да, благодаря нашему курсу его начинают проходить бесплатно. Мы теперь не тратим несколько месяцев на то, чтобы разбирать процессы. Ключевые сотрудники, старшие менеджеры, руководители, его проходят на протяжении от одной до четырех недель. И у них автоматически складывается понимание, что это не очень-то и просто. Но больше того, у них складывается впечатление и правильные мысли в том, как они могут этот функционал использовать для своей компании. В итоге, да, мы делаем такую отсрочку по работе с клиентом. И многие скажут, зачем вы отказываете от клиента? Мы не отказываемся. Мы их так готовим в автоматическом бесшовном режиме. Через два месяца они приходят и они уже понимают, что они хотят сделать. Поэтому ценность, скорость, стоимость, все просто испарилось. И вот тут есть вопрос. Так как наш... Сейчас, я сначала хочу сделать два комментария нашим слушателям. Во-первых, Денис произнес слово «бесплатно». Мы уже говорили в прошлом году, и я думаю, что это имеет смысл повторить, что слово «бесплатно» обладает большим магическим эффектом, прям отключающим чувство логики у ваших клиентов. Поэтому, если вы что-то делаете бесплатно, обязательно это слово выделяйте. Потому что у Дениса это прозвучало, бесплатно обучается, а нужно бесплатно, пауза такая, обучаемся, то есть вообще абсолютно бесплатно. И тогда еще раз, бац, у клиента отключается чувство логики, что очень важно, предположим, на переговорах. И второе, что делает Денис, он делает абсолютно правильную вещь, он учит своих клиентов. Ну, про то, что он делает бесплатно, мы уже говорили, он учит своих клиентов. И обучение клиентов, это прям такой мощнейший тренд на рынке B2B. Потому что обученный клиент, это грамотный клиент, грамотный клиент, это клиент, который склонен к тому, чтобы полюбить тебя и принять решение в твою пользу. Поэтому учите своих клиентов, их успех, ваш успех. И? И вопрос в том, что приложение, это приложение для маркета, для российского сегмента. Так. И много клиентов обижены, говорят, почему мы там в Украине, в Белоруссии, еще где-то в СНГ, мы не можем установить. Но мы не совсем можем повлиять на эту историю, там, юридические, всякие тонкости. Поэтому был вопрос к вам. Насколько было бы здорово и адекватно реализовать вне Битрикс24 такой же курс? Но он, правда, будет, наверное, уже не совсем бесплатно, либо за какую-то минимальную стоимость, чтобы мы могли хотя бы как-то технически окупить расходы. Мне кажется, что тут даже у меня лично нет никаких сомнений. То есть, если можно на чем-то заработать и можно заработать на знаниях, их, конечно, нужно продавать и на них нужно продолжать, ну, как бы на них нужно стараться заработать. Поэтому я лично говорю, да, это нужно делать. У нас есть коммерческая составляющая в этом проекте, она называется аккредитация. То есть, мы не только учим, но и по мере прохождения курса, по ключевым вопросам, у нас есть контрольный блок, где мы просим сотрудника пойти в СРМ, например, создать лид, прислать ссылку. И эти сотрудники нам пишут в эти же задачи. Мы подключаемся, проверяем и понимаем, насколько материал усвоен. Если не усвоен, мы уже можем созвониться, списаться и дожать. То есть, очень важна такая обратная связь. Вот эта вот аккредитация, да, она является платной и там индивидуальной, в общем-то, консилентами. Конечно, конечно. Работайте с другими рынками. Сто процентов. Ну и плюс можно сделать перевод. Да, да, да. Очень хочется быть международным. Ну, слушайте, вы так осторожно относитесь к идее «взять и написать книгу» и так любите вот свое приложение, которое можно перевести на другие языки. Если вы так любите, то это у вас точно быстрее получится. Но я согласен, здесь и отдача больше. Вот продукт, вот скачивание, вот деньги. Поэтому, конечно, делайте. И я хочу вам все-таки задать последний вопрос, который я никому никогда не задавал, ни одному из героев второго цикла. Вот ваши творческие планы. Я понимаю, что вы невероятно творческий человек, но просто человек, который каждый день записывает что-то на YouTube, он не может быть нетворческим. Какие у вас еще есть планы, кроме того, чтобы побить рекорд мировой по количеству роликов в YouTube записанных? Ну, как минимум, планы – это выпускать каждый месяц новые решения. Это новые именно приложения для маркетплейса. И на этот год уже несколько реализовано находятся в тестировании. Уже планы, какие это будут приложения тоже… Мне кажется, это тоже рекорд. Ну, то есть, ежемесячно… Проверьте. Проверим, да. Второе направление как раз-таки использовать фамилию и использовать опыт именно в системности, в автоматизации для новых бизнесов, для новых направлений, чтобы показать людям, что оно взято не просто так. Есть определенный бэкграунд именно системности. Поэтому мы выходим на новый рынок, пытаемся применить новые возможности. И мы сейчас разрабатываем несколько своих платформ для онлайн-обучения как раз-таки, но, конечно же, в связке с нашим дорогим Bitrix24. и большой проект по картам, то есть, это Google-карты, Яндекс-карты для служб доставок по всему миру. Это отдельный проект программы лояльности международной. Цель – создать сервис международного формата, протестировать его на нашей аудитории, которая нам доступна, и запустить по всему миру. Чтобы у каждого из нас были такие творческие планы. Денис, пусть сбудется. Спасибо. Мы прекрасно поговорили с Денисом, мне показалось, что Денис вот совершенно его не сломала, вот эта ситуация с 2020 годом, и я очень рад, что Денис сделал многие вещи, о которых мы говорили в прошлом году. Немножко разочарован тем, что так мне книга и не обломилась ни от кого из партнеров, но я надеюсь, что у них есть год, и я продолжаю доверить Дениса. С его творческими планами пусть все сбудется, а рекорд надо регистрировать. Рекорды для того нам и нужны, чтобы их зафиксировать, и чтобы другие на нас сравнялись. Это просто прекрасная точка, когда ты еще и говоришь, что обладатель книги рекордов России или книги рекордов Гиннеса это сильно интригует клиента. Спасибо большое Денису, спасибо вам, увидимся в следующий вторник. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова